В октябре в Самаре стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья почти не изменилась и составила 114 тысяч рублей. Количество предложений уменьшилось. Средняя площадь выставленного на продажу готового помещения – 48,6 квадратных метров, а средняя стоимость – до 5 миллионов 600 тысяч рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поучаствовал в стратсессии по развитию инженерного образования. Ее провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Комиссия Государственного совета по направлению промышленность продолжает прорабатывать новые механизмы поддержки развития инженерного образования и эффективного взаимодействия научных и образовательных организаций с промышленными предприятиями. Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам научно-технологического развития региона. Губернатор отметил, что Самарская область должна синхронизировать работу университетов с программами крупнейших компаний и улучшать новые научные направления. Госавтоинспекция Самарской области призвала водителя региона скорректировать модель поведения на дороге в связи с дождливой погодой. Сотрудники полиции предупредили, что следует быть особенно внимательными и осторожными во время езды, избегать резких маневров и торможений, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. В Самарский регион поставили более полутора миллионов доз вакцин от гриппа. Ожидается еще поставка дополнительных партий. Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пункта вакцинации. На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. В отделении Социального фонда России по Самарской области сообщили об измененном графике выплат в честь Дня народного единства. Детские пособия перечислят 2 ноября. В начале месяца направят и другие выплаты на детей. Для получателей пособий, которые доставляют через почту, субсидии произведут по утвержденному графику. Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 19 242 рублей до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова